Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. Сегодня 14 января 2017 года и 14 выпуск тактики на Чизком. Поехали. Сложная позиция. Похожа очень на французскую защиту. И черный играет Д5. Ну, правда, французскую это, конечно, я поречился. Д6, Д5 черные сыграли только что. И, может быть, даже это была Сицилианка. Ладно. Смотрим, что здесь можно сделать. Слон атакован. Скорее всего, тут какая-то ловля фигуры. Может быть, даже ладьи на Б6. Как-то она находится в таком зажатом положении. Ну, если пробить на Д7, то можно сыграть Конь Д7. Ну, слон Д7. Если Конь Д7, то попили пешку. Тогда, наверное, Ферзь Д7. Надо смотреть. Может быть, какая-то фигура подвисает. Здесь вот так вот по ходу вроде бы мотива не видно. По виду. Может быть, просто Конь А2 тогда поймать ладью. То есть, Конь А2. Ладья Д4. Тогда ладья слон Д7 с шахом. И забрали на Д4. Лишнее качество у белых. Если брать на Б5 ладьей, то это, видимо, как раз выход. Бьем, бьем и Д фигура за ладью. То есть, Конь А2 как-то не слишком смотрится. Конь А2 не смотрится. А что же смотрится? Ф6 какой-то ход. Интересная задача. Конь Е6 тоже вроде не то. Конь Д5. Конечно, есть какой-то ход. Конь Д5. Взяли, взяли. Тоже непонятно, для чего это все. Да, да. Вот так сходу непонятно, что делать. Ну, давайте ФЕ посмотрим ход. Ну, вот ФЕ и что дальше? ФЕ, ФЕ. Ну, линия вскрылась. А больше ничего. Слон Д7. Слон Д7, слон Д7. Чтобы решить задачу, нужно найти главную идею, которая в ней заложена. Что же здесь является главной идеей? Ну, вот мы подметили, что ладья на Б4, она находится в таком ограниченном пространстве. И как-то хочется ее изловить. Но напрямую, повторюсь, не получается. Конь А2, забрали на Б5, взяли, взяли. И этот размен, конечно, на руку черных. Слон Д7. ФЕ, Д7. Тут, может, чего-то я не вижу. Но вроде бы как все у черных крепко. Слон Д7 вроде тоже не то. Опять же, ФЕ. ФЕ. Конечно, бросается в глаза ход конь Д5 какой-то, да, но... Что? Конь Д5 ЕД. ФЕ. Ну, и ничего нет, нет, у белых. Просто висит на Б5. Ф6. Ну, а если слон Ф8 на Ф6? Тоже не видно. Конь Е6 ход. Афьер. Тоже нету. Хм. Что же такое, а? Как-то сразу и проблема. Не видно совершенно никакой идеи. Решаем, решаем. И что же мы решаем. Ну, вот идеи не видно. Вот ходы перебрали. ФЕ. Слон Д7. Конь Е6. Конь Д5. Нигде, ни одной, хоть проблеск какой-то. Какой-то проблеск. Просто нужно теперь цепляться за варианты, которые более-менее форсированы. Ну, вот конь А2, форсированный вариант, это слон Б5, да? Ну, слон Б5 это конь Б4. Поэтому единственный такой нормальный ход на Конь А2, это ладья Б5. Вот может быть здесь что-то. Ладья Б5. Ну, явно нужно бить на Б5. Явно нужно бить на Б5. Тогда слон Б5. Слон подвис на Б5. С одной стороны. С другой стороны, как это использовать, непонятно совершенно. Ну, вот ход ФЕ тоже интересный. Почему? Потому что я нападаю на Ф7 и на Д7. Хода Конь Е6 нет из-за Конь Д5. А если сыграть ФЕ, то, ну, вот появляется ход, например, ФЕ5. Ну, тогда же 6. И ничего нет. А, может быть так, смотрите. ФЕ. ФЕ тоже. Потому что иначе на Ф7 висит. Конь Д5. Ну, тоже вариантов особо нету. Напали на Ферзя, на ладью ЕД. Итак, Белая без фигуры. И теперь Е6. Еще раз. ФЕ, ФЕ. Конь Д5. А, может быть, Конь Е6. ФЕ, ФЕ. Конь Е6. Напали на Ферзя. Слон обрать нельзя, он связан. Подягонали А4, Е8. Тогда на Конь Е6. Единственное Конь Е6. И тогда уже Конь Д5. Тогда уже Конь Д5. Напали сюда, напали сюда. Ферзь должен отходить. И, 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 и. Ну, вот тут как-то слишком много отдаем. Но ФЕ кажется правильным. ФЕ, ФЕ. Теперь или Конь Д5, или Конь Е6. Если Конь Е6. То Конь Е6. Дальше. Конь Д5. Конь Д5. Ферзь, например, отошел на... Ну, пускай на Б8. Пускай на Б8. Бьем на Б4. А нас бьют на Б5, да? А, нет, ну... ФЕ, ФЕ, Конь Е6, Конь Е6, Конь Д5. Ферзь Б8. Бьем на Д7. А потом бьем на Б4. Ну, кажется, вот так. Пробуем. Так, первый ход верный. Значит, Конь Е6. Конь Е6, Конь Д5. Конь Д5 сразу не то. Забрал. Забрал. Е6. Ну, я забрал на Б5. Шах на Ф7 ничего не дают. Давайте проверим, чтобы не ошибиться все-таки. Может быть, действительно здесь Конь Д5. Конь Д5. Забрал Е6. Брать слоном нельзя. Бьем Конем. Вернее, не Конем бьем, да? Если бьем Конем, то белые бьют Конем. Нападают на Ферзя. Конь Д5, Е6, слон Б5. Вот здесь. Пешка на Д5 есть. Что тут пешка на Е6? Шах, король отошел. Конь Д5. Ну, тоже близко очень. Тоже очень близко, потому что нападаем, вскрываем. Тут выбор сложный. Сначала казалось, вроде бы, точно Конь Е6, но как же точнее. Конь Е6. Слон Б5. Нет входа. Конь Е6. Конь Д5. Конь Д5. Конь Е6. Конь Е6. Конь Д5. Ферзь отошел на Б8. Шах. Ну, опускай на С8. Или на Д8. Ну, тоже выигрывают в артубел. Какие же ходы лучше? Ну. Не хочется просто угадывать. Ну, последние видео, какие-то получаются такие аналитического плана. То есть, бах-бах, не получается. Ну, ладно. Надо искать, что делать. Может вообще Слон Д7 быть. Слон Д7 ферзь. Нет, ну, ферзь должен явно на вилку попадаться. Поэтому, какая-то из двух, какой-то из двух ударов точно. Так. Это как перерезаем провод. Красный или синий. Если не тот провод, перережешь, потеряешь рейтинг. А если тот, то добавишь. Но не в рейтинге, конечно, дело. Конь Е6. Конь Е6. Конь Д5. Форсировано все. Какая здесь, может быть, есть идея у контридея у черных? Ну, не видно. Напал сюда-сюда. Ферзь отходит. Если на Б7, то я могу на Ф6 дать шах и забрать на Б7. Поэтому, например, на Б8. Бьем здесь шахом. Король бьет. Бьем здесь шахом. И уже лишнее качество. Это конь Е6. А если конь Д5 сразу? ЕД. Тоже выборание. Е6. Е6. Может быть, это 4. На Е6, если конь Е6, то... Конь Е5. Сюда. Е6. Конь Е6. Тоже конь Е6. Тоже отошел. Забрал. По виду здесь красиво и там красиво. Ну, как же как-то выбрать-то, а? Фух. Вот такая вот задачка. Вот такая вот задачка. Конь Д5. Конь Е6. Так что такое? Ну, как-то не идет. Конь Е6. Давайте заново, потому что эти варианты уже слились в голове. Так. Конь Д5. ЕД. Е6. Слон Д5. Это основной ход. Без двух сейчас белый. Без двух. Конь Е6. Может, тогда ферзь Д6, например. Слон Д7. Ферзь Д7. Сюда. Да. Да. Похоже, все-таки конь Д5 не то. Конь Д5, похоже, если конь Д5 забрал сюда конь Е6. Конь Е6, то слишком большой выбор у черных все-таки, мне кажется. Конь Д5 не то. Это надо запомнить. Ферзь Д6, да? Ну, а если конь Е6, конь Е6, конь Д5? Тут всего все-таки одну фигуру отдаем сначала. Да. Ну, давайте конь Е6. Да. Все-таки конь Е6. Правильно. Там просто слишком много фигур отдается. На Д5, потом на Е6. Идеи примерно те же, но на фигуру больше. Так. Ну, и теперь конь Д5, видимо, да? Все-таки не слон Д7, а конь Д5. А потом слон Д7 забрали на Б6. А, ну, понятно. То есть мы бьем здесь, конь бьет. И может быть даже тут какой-то есть швиндель, да? Что же тут такое, а? Взял, взял. Ну, брать надо. Да, решено, но подождите. Конь С7. Все-таки за ферзя три фигуры. Все-таки за ферзя три фигуры. Что тут? Непонятно. По виду, конечно, должно что-то быть. Конь С7, если возьму. Конь С7. Ну, надо 7 брать, наверное, это пока рановато. Справа в челюсть. Рановато, да? Как же ж тут быть, да? Конь С7. Явно тут фигуры как-то стоят рыхло. Как же быть? Ферзя восемь, к сожалению, не дашь шаг. Е6, может быть. Вот тоже как-то мало. Конь С7, Е6. Что же тут? Конь Е6. Ну, на Е6, в принципе, в принципе, Е6 такой ход. Конь С7, Е6. Если слон Е6, ферзь сюда, напал сюда и сюда. А если... Если, если, если... Если конь Е6, то... Ферзь А8 здесь ходит. Да, ну, тут вопрос, конечно, такой, не совсем ясный, но сделал все, что мог. Идем дальше. Так, ну, после такой сложной задачи, я надеюсь, это будет полегче. Ну, как сложная? Для меня сложная она казалась. Может, кому-то она была достаточно простой. Ну, тут бросается в глаза ход ферзь А8. То есть, вот, то, что сразу. Пешка на Е6 надежно блокирована. Ферзь А8, кажется, вообще решает. Если тут нет каких-то подвохов. После ферзь Ж5. Так, ферзь А8 грозит мат. Ладья А8. Ферзь Ж5, шах, король А1. Это, наверное, как раз худший ход, который можно здесь придумать. Потому что ферзь блокирует пешку Ж. Шахов больше нет. Ну, и приходится отдавать ладью на поле Д8. Так, что, в принципе, не спасает. А если Ж5? Такой вот вариантиц. Ж5, Ж5. Вот оно как получается. Вроде бы идея на поверхности лежит. Но в таких позициях бывает часто, что если вы найдете контр-шанс, такой как Ж5, то вам придет в голову, например, другой ход. Не сразу ферзь А8, а может быть что-то другое. И вот здесь я пытаюсь пытаюсь какой-то шанс выловить. Так. Ферзь А8, Ж5. Ладья оказывается не под защитой. На шах, король Ж6. Бум-бум. Что тут еще можно? Как-то может быть король Ж1, а где Ж1? Тут же пешка все-таки. Тут же линия не открыта. Линия не открыта. А вот еще конкурент хода. Может быть ладья А7, Ферзь С7 и Е7. Ладьей там никак не сможешь прорваться, да? Придется ферзя отдавать. Ну, ладья А7, Д2. Ну, забрал, забрал, забрал. Нормально. Ладья А7 тоже. Видите, как сразу в голову не пришло. А ладья А7 вполне возможно. Может быть, Ферзь А8, Ж5 как раз и проверяется. А ладья А7, это то, что доктор прописал. Так, ладно. Ладно. Ну, давайте вернемся. Ферзь А8, Ж5. Как здесь? Ферзь Е7. Тогда король Ж6. Бум-бум. Да, непонятно. Шах, король Ж6 тоже. Если Ферзь Е8, это простой размин. Вряд ли это. У Черной Ж6 тоже своя пешка. Больше склоняюсь к мысли даже ладьи Ц7. Ладьи Ц7. Д2 забрал, это не то. А если Ферзь Е8, Е7. Тут вообще прижимаем, смотрите. Ладья Ц7, Ферзь Е8, Е7. Хотим вообще ладья Ц8. Если Д2, то ладья Д1. Ладья Е7. То есть, ладья Е7. Тоже как-то с контор шансов у Черных есть. Так, что же здесь делать-то? Что же делать? Так, так. А, подождите. Кажется, я понял. Ладья Е8 там ход. Ферзь А8 все-таки. Ж5. Теперь, может быть, сразу ладья Е8 или после шаха? Давайте шах, король Ж6 и ладья Е8. А нет, шах не надо давать. То есть, надо сначала ладья Е8. То есть, Ферзь А8, Ж5, ладья Е8. Что делать? Ж5, кстати, уже блокирует ход Ферзь Ж5. Если Ферзь отходит, например, на Ф6, мы даем шах, король Ж6, Ферзь Е8. И приходится отдавать на поле Ф7 Ферзь А8. Так, все я учу. Ферзь А8, Ж5, ладья Е8. Д2. Д2. Ну, ладья Д1. Ферзь, например, С7. Ферзь С7. Шах, отошел, шах, отошел, шах. А, вот здесь сюда проходим. Ферзь А8. Ж5 на Е8. Д2. Отошел. Ну, я по линии Е-то не отойду. Ладья Д1 пускай. Ферзь С7. Шах на А8. Шах на Е8. И где решающий удар? Шах на Ф8. Король Е5. Ту-ту-ту. Ладья как раз и не хватает по линии Е, да? Ферзь Е8. Е5 сюда, сюда, отошел. Ферзь С7. Шах, король сюда. Ферзь Е8. Король Ф6. Где? То, чего не хватает. Шах. Отошел. И не хватает, видите? Какие-то глубокие варианты слишком получаются для этой задачи. Может шаг действительно сюда, туда, шаг сюда. Ладья Е8. Ферзь отошел. Но тут уже шаг, а не дашь. Поэтому я не хотел шаг сразу давать. То есть ферзь Е8, Ж5. Шажок отошел. То есть ладья Е8. То есть, опять, ферзь сюда, так, сюда. Если ферзь Е6, то тогда все прекрасно. Блокируется поле. Если Д2, ну или сразу ферзь С7, то тогда шах отошел сюда, сюда. И мат, ну почти сразу мат сюда, потому что тут ладья. А вот Д2 ход. Сюда, 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 Д2. Ну, ладья Ф1 пускай. Ну, ладья Ф1 нельзя. Ладья Д1. Ферзь С7. Единственный нормальный отход. Начинаю шаховать. Шажок, шажок. На Е4, то есть на Е5 убегает. Ну, Е5 убегает. Ну, ладно, может, найдется что-то. Не верю. Не верю, чтобы такой вариант, где очень многое срастается, был неправильно. Если кило Д2, С7, как-то, ну... Ну, хотя бы Ферзь Ж5. Играем. Так. Теперь. Если шах, то король Ж6. Это не то. Это размин. Поэтому я вижу только ладья Е8. Ради этого все было. Видите, Д2 все равно. Тот ход, к которому я думал. Как же здесь? Как же здесь? Ладья Д1, ладья Ф1. Так. Ну, ладья Ф1. Что может быть? Взяли. Взяли. Ферзь. Взяли, взяли. Король отошел. Встал сзади пешки. Поставил ладью еще сзади пешки. Шахов нету. Пешка Е6 гибнет. И еще тут непонятно, кто выехал. Поэтому только ладья Д1. Ну, что же после Ферзь С7? Давайте ближе уже. Уже проще посчитать. Шах отошел. Шах отошел. Ну, напрашивается, конечно, шах на Ф8. Отошел. Забрал, забрал. Снова шах. Отошел. Ну, я не исключаю, что здесь просто Е7 в какой-то момент будет. А, взял, да, все-таки. Ну, ладно. Ну, так бывает. То есть, думаешь о каком-то другом ходе. Там все-таки, наверное, в какой-то момент Е7. То есть, после этих шахов можно не спешить даже ладьей Ф8 играть. Можно где-то Е7 пробросить. И потом, да, идем дальше. О, так это было уже, ребята. Это позиция, которая мне очень понравилась. И мы ее быстренько сейчас решим. Только надо все со смыслом делать. Так, слон Ф5, по-моему. Сюда. Сюда. Так, 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 так. Король Е6, по-моему. Король сюда, сюда. Сюда, 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 да. Не берем пешку. И вот сюда. Отличная позиция. Мне очень нравилось. Кто, кого интересует рассуждение, каким образом я дошел до этого варианта, смотрите предыдущее видео. Я дам ссылочку в описании. Идем дальше. Но кто регулярно смотрит мои записи, помню. Такое забыть невозможно. Так. Ну, тут проще явно. Тут явно проще. Тут я уже не знаю. Если те позиции я расколбасил, то тут тоже, точно. Ну, вообще, конечно, хочется ладей в 3, но тут мат по 8. Поэтому тут надо быть тоже на чеку. Так. Что может быть? Ну, Б5, конечно, ход какой-то есть. Кстати, смотрите. Б5 у ферзя не так много полей. Если брать на А6, то мы бьем ферзю. Не ладей по-изамату, а ферзя А6. Если играть ферзь С2, то тогда мы бьем здесь и нападаем на ферзя. Но только на А5 отход. Тут, конечно, не ловля ферзя, но... Что-то похоже. В Б5 очень похожий ход. Потому что слон А7, это, ну, понимаете, угроза не ликвидирует. Б5, отход ферзя А5. Вот ищем форсированный, да, вот, на который единственный отход у соперника, единственный ответ. Б5, ферзя А5, ладья Ф3 забрал. Очень хочется дать шаг на Е4 двойной. Шажок. Чтоб извлечь короля. Вот это тема извлечения. Король Е4. И погнали наших городских ладья Е8. Король. А ну, давайте сюда, что ли. Точно мат где-то должен быть. Шаг. Если сюда, то шаг сюда. Шаг сюда. Мх, почти мат. Ну, надо досчитать. Это точно надо считать. Б5. Сюда. Забрал, забрал. Шажок. Именно сюда, чтоб король не убежал. Мы без ладьи, но есть куча шахов. Эти шахи надо просчитать. Кстати, если шах давать на Д8, тут и ферзь может цепануть. Поэтому надо осторожно. Так. Надо осторожно. После шаха на Е8, король, например, отошел на Д3. Король Д3. Шаг сюда, отошел. Шаг сюда, отошел. Тут вроде добираемся, да? Так, 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 так. Король Д3, ферзь Д6. Король сюда, куда-то. Ферзь С8. Король куда-то сюда. Ферзь, например, шах. Король отошел, шах. Король отошел, шах. Король отошел. Вот только если на 1 он убежит, то тут непонятно, как его извлекать. Координация фигур должна быть. Так. Ланей Е8. Еще раз. Король Д3. Так, шажок сюда. Король куда-то сюда. А, на С4, кстати, не может. Тут же пешка. Значит, или сюда, или сюда. Шажок. Король, например, на Б1. Так, вот на Б1 его трудно достать. Шах на Д3, король А1. И видите, как проблемно. Ладью не подключишь. Тут только вечный шаг получается. Да, возникают уже проблемы с этим вариантом. Даже здесь. Сюда, туда. Сюда, туда. Ну, слон Е4 очень хочется сыграть. Хотя, подождите. Зачем нам слон Е4? Мы можем просто слон Н3 сыграть. И король тоже извлекается. И у нас просто качества нет, а не ладьи. Король извлекается. На ход король Е3. Можно придумать даже что-то уже другое. То есть, сыграть, например, ну, и ферзь С3. Еще что-то. Так, не досчитываю. Немножко рискую, потому что времени уже много потратил на это все дело. Но, В5, наверное, надо. Давайте, хотя бы, да, ну, тут В5. Ух ты, неправильно. Видите, как. Рискуешь, рискуешь. А надо все-таки конкретно рассчитывать. А что тут получилось? Слён Д7 все-таки, да? Такой простой ход. Видите, не справился я с этим ходом. Не справился с позицией. Ну, ладно, идем дальше. Такое тоже было уже, по-моему, раз точно. Сюда, сюда, ладьи Б1. Вот так вот. Отомстил я ему. Да, ну, на знаниях. Две позиции на знаниях. Вот эту, конечно, жаль, что не решил. Да, ну, не хотелось слишком затягивать видео, поэтому побольше такого экшена добавил. Ладно, спасибо за внимание. Кто смотрел, решаем тактику. Всего доброго.